В жилом доме по улице Космонавтов многодетная семья уже неделю живет без отопления. Управляющая компания, в чем ведении находится дом, не принимает никаких мер. В ситуации разбирался Иван Подойницин. Я звонил вам по поводу Космонавтов 11. Что они сегодня еще вам звонят? В холоде сколько им жить? А холода там нету? Какой холод? Извините, пожалуйста, я тут у них стою. Она же нас вчера выгнала, 4-я квартира. Ну, подходите, я вас пропущу. Вы почему обманываете? Это что такое? Вы обманываете? Я вас не выгоняла. Вы сами сказали, вы составите акт. Никто не выгоняла. Ой, блин, это вообще наглость. Управляющая компания Дьюлу ссылается на свежие результаты инспекции отдела энергонадзора. Согласно акту замера температуры и давления на объекте в норме. На сегодняшний день котельная работает. Подача 71, обратка 58. У них на доме 76,51. Вот эта квартира вот ни разу не заплатила ни теплоэнергии, ни техническое обслуживание, ни свет не платит. Батарея действительно еле теплая. И тут температура достигнута за счет постоянного слива воды. На подоконниках образовалась наледь. На окнах появился конденсат. В квартире чувствуется повышенная влажность. Из-за возникших споров между жильцами первого этажа и управляющей компанией пострадала еще и третья сторона. Это постояльцы квартиры, расположенные этажом выше. В сложившейся ситуации обе квартиры отапливаются одним тепловым ресурсом. Как только прекращает она сливать, батареи ледяные. Я прихожу с работы, я мало того, что на работе замерзаю, еще и на втором этаже я мерзну. На что Андрей Георгиевич, или как его Александрович, замдиректора, сказал, у вас стоят стеклопакеты, у вас стоят утепленная дверь, батареи 62 градуса. Я говорю, вы можете понять, что это пока соседка сливается? В конце концов, он ответил так, вы собственники, у вас долгов нету, они должники. Вот делайте за свой счет ремонт. И они никак не могут понять, что мы зависим от них. Причем еще угрожает, что напишут какой-то акт на нее, что эта вода идет с котельной, якобы утечка. Тем временем районное управо стоит на том, что намеренного отключения отопления в четвертой квартире на космонавтов 11 не было. Но в то же время причина отсутствия нормативной подачи ресурса не конкретизирована. Холодно, потому что идут постоянные остановки теплоэнергии. Постоянно идут остановки. Я говорю, почти каждый день, через день у нас идут остановки. Дом запустить после остановки, после двух-трех часов, не так все просто. Но работы ведутся. Вот я думаю, что в течение до нового года мы должны это все уже более-менее поставить на порядок. Вы знаете, я понимаю, за техническое обслуживание можно как-то где-то и не платить, там, за вывоз мусора, если не вывозься, но за тепло, за свет, за воду нужно платить. Понимаете? Нужно платить. А людям это проходит, 10 лет не платят, там, еще сколько не платят. Нормально проходит, можно и не платить. Надо платить. Так в чем же причина происходящего? Некомпетентность управляющей компанией, а может быть задолженность жильцов или все-таки отсутствие надлежащих мер и бездействия? Мы будем держать вас в курсе развития ситуации. Иван Подонинцин, Георгий Сергеев, Владимир Павлов, Юрий Филиппов, НВК Саха, Якутск.